Всем привет, субботний выпуск новостей на канале Лучкова, сегодня будет интересный выпуск, потому что мы совместим его с дополнительным модулем, в котором я буду отвечать на вопросы наших подписчиков из телеграм-канала, вопросы разные про технику, не только про технику, поэтому присаживайтесь поудобней, давайте быстрее же начинать. Многие жалуются на то, что в последнее время контента про компанию Apple стало сильно много, а как вы хотели, осень всегда была такой, Apple занимала всю повестку информационную про технологии вплоть до декабря месяца, потому что после презентации айфонов, как вы знаете, бывают еще некоторые сюрпризы, и Apple представляет следующие продукты, да и в принципе текущих, которых она выпустила, достаточно, чтобы заполонить целиком и полностью пространство информационное. И сейчас можно опять же возвращаться к этой теме, потому что вот есть дополнительно интересная информация из Китая, связанная со стартом продаж 14-х айфонов, в этом году компания Apple сделала очень интересную западляну перекупом, что происходило в Китае раньше. Был постоянно дефицит, очень большое количество людей приходило в магазины и в первые дни разбирало первые партии смартфонов, и конечно этим пользовались перекупы, они покупали место в очереди, покупали смартфоны, и потом прям могли возле магазина сидеть и продавать эти смартфоны на 250, 300, то и 500 долларов дороже. В этом году произошла следующая штука, Apple круто подготовилась с точки зрения ассортимента и наличия гаджетов в Китае, потому что для них это сейчас ключевой рынок. И случилась абсолютно невероятная ситуация, когда некоторые, даже обычные покупатели брали свой купленный смартфон, продавали перекупом, те пытались его перепродать за 250 долларов, но не могли этого сделать, потому что телефоны были в наличии до сих пор в магазинах, приходи и покупай. Их достаточно для Китая запасли, и все, что сейчас купили перекупы, это все стоит и залеживается, залеживается, я даже не знаю, как правильно это сказать, уже два языка в голове, все перепутываю. В общем, суть очень простая, перекупы в этот раз конкретно попали в Китай на большие деньги. И теперь им придется продавать эти смартфоны просто по себестоимости, чтобы отбить деньги. Следующая новость звучит так, Dynamic Island на солнце, магия испаряется. В сети наверняка уже вы видели сами много слухов о том, что когда вы смотрите на динамический остров 14 про айфона, то этот Dynamic Island как будто бы испаряется, он становится полупрозрачный, ничего не видно и видно сильно конструкцию и камер и датчиков. Это на самом деле так, при ярком солнечном свете Dynamic Island выглядит не так красиво, как при полной темноте, но не отменяя этого факта, что анимация все равно видна. То есть вы видите четкую индикацию, что он показывает, просто дополнительно вы еще прекрасно видите, как выглядит камера этого смартфона и как выглядит окантовка датчиков этого смартфона. И надо сказать, сделано очень красиво и очень аккуратно, то есть даже в этом вопросе, можно сказать, прям подковали блоху. Эффект, конечно же, не тот, когда ты пользуешься смартфоном в помещении, там прям красивая черная анимация, непрозрачная и все красиво выглядит, на солнце все немножко иначе. Такое складывается впечатление, как будто экран айфона это отдельная часть, а Dynamic Island это вообще отдельный другой экран с совершенно другими техническими способностями. И вообще хочу вам сказать, что после того, как ты переходишь на айфон 14 про и смотришь на динамический остров и на его форму, потом в дальнейшем в интерфейсе любых других программ тебе начинает реально мерещиться везде динамический остров. Ты заходишь в твиттер и там новая как бы система уведомлений в форме динамического острова. Ты заходишь еще в какую-то программу и там плитки тоже в форме динамического острова. Ты смотришь вниз экрана айфона, где идет строка поиска, он тоже в форме динамического острова. Ой, ты не понимаешь, что происходит, то ли какой-то массовый заговор, все затачивают все под одну пилюлю, либо же это раньше было так, а Apple поставила такая, давайте мы еще свой динамический остров сделаем таким же по форме. Ох, чую я, скоро будет очень большое количество надстроек относительно этого динамического острова, не только у компании Apple, но и у других компаний, потому что уже есть некоторые отголоски. И об этих отголосках вы узнаете сейчас из выпуска новостей в следующем блоке. Смартфон Xiaomi Civi уже с островом. Смотрите на это изображение, которое якобы утекло в интернете, это новый смартфон компании Xiaomi под названием Civi. И они тоже сделали свою пилюлю, только смысл заключается в том, что они непонятно зачем в экране смартфона разместили два датчика. То есть всего лишь два датчика в экране смартфона для того, чтобы просто сделать свою пилюлю похожую на iPhone. Я не понимаю, что происходит, то есть казалось бы, ну все, ну Apple уже не в тренде, ну их уже никто не копирует, потому что китайцы сами с собой соревнуются там какими-то сумасшедшими техническими характеристиками, расцветками и прочими функциями быстрой зарядки. Забудьте вы уже про эту Apple, зачем вы ее копируете? Нет, все равно, только находится инфоповод, дай пищу для размышлений китайцам, как начинают сразу копировать. Я уже видел на этой неделе, как кто-то установил себе на Galaxy S22 Ultra динамический остров тоже. Компания Xiaomi тоже практикует это, к тому же в недавнем сообщении в китайской социальной сети Weibo глава подразделения Redmi прям так и задал вопрос. Хотите ли вы увидеть в новом Redmi K60 динамический остров, либо его аналог? И конечно же его комментарий залайкало большое количество людей. То есть в ближайшее время в смартфонах Redmi стоит это дело ожидать. Компания Realme же вообще запустила конкурс на лучшие экраны островок для своих смартфонов. Тоже вышла к подписчикам своим, к своим пользователям и задала вопрос, а как бы вы хотели увидеть обыгрывание динамического острова в наших смартфонах? Как должна выглядеть анимация вокруг камеры, селфи камеры, датчиков и так далее и тому подобное? Мир целиком и полностью сходит с ума. Никто ничего своего не хочет делать. Все копируют какие-то идеи. И что самое интересное, китайцы почему-то зачастую копируют не самые лучшие идеи с точки зрения интерпретации своих устройств. То челку скопировали, то убрали разъем миниджек, теперь остров копируют. А иди глюди так скоро и вообще переведут свои андроид смартфоны на eSIM. Помните, несколько месяцев назад мы с вами так сильно радовались новости о том, что в 2023 году Samsung Galaxy S23... Кстати, совпадение. 2023 год, Galaxy S23. Вот же круто, идут много со временем. В общем, в этих смартфонах не будет процессоров Exynos. Как вы знаете, из 100% продаваемых Galaxy флагманской серии, 20% партий приходится на устройство с процессорами Exynos. Это европейские страны и вот как бы куда деваться, если ты хочешь купить себе такое устройство. Получается, берешь Exynos. Все говорили, класс, в 2023 году не будет. Ice Universe известный. Сливщик этого всего дела говорит, как бы да, но нет, потому что в Samsung руководство настаивает на том, что 2023 год все-таки будет ознаменован выходом нового Exynos 2300 и его таки поставят в новые флагманские устройства. Я не очень-то рад этой новости, потому что мне бы хотелось в 2023 году иметь гарантию того, что где бы ты ни покупал устройства компании Samsung, они будут на Snapdragon. А такой гарантии у меня нет. И теперь, если я захочу купить себе в личное использование Samsung Galaxy S23, либо же Galaxy S23 Ultra, мне придется выбирать, в какой стране его покупать, каким образом его доставлять и что у меня будет с гарантийным обслуживанием, если я его куплю где-нибудь неофициально. Партнером этого выпуска новостей является компания Asus. Я напоминаю вам о очень крутом и качественном ноутбуке для работы Asus Vivobook Pro OLED 16X. 16-дюймовый супер OLED-экран с невероятной калибровкой и цветами, очень удобной клавиатурой, новыми процессорами компании Intel и, конечно же, видеокартой RTX от 3050 Ti до 3070. Идеальное сочетание рабочей лошадки и компьютера для гейминга на средних настройках. У него настраиваемый трекпад, туда можно вешать различные жесты для управления операционной системой и проигрывания мультимедиа. В общем, очень надежный и качественный ноутбук, который служит мне верой и правдой уже вот практически девятый месяц, если не соврать. Было много смонтировано на нем видео, работали в фотошопе, писали большое количество сценариев, нарезали некоторые подкасты и параллельно с этим запускали третьего ведьмачка и играли в него. Да даже Call of Duty Warzone немножко играли и ничего так хорошо выходило. По ссылке в описании к этому видео вы можете ознакомиться с этой моделью. Настоятельно рекомендую. Как вы уже слышали, на этой неделе состоялась крупнейшая утечка в игровой индустрии. Речь идет про долгожданную версию GTA 6. Сказать, что я жду новую GTA, это вообще ничего не сказать, потому что это одна из моих любимейших серий вообще в компьютерных играх, в видеоиграх. Мне это безумно нравится. Пятая GTA, четвертая GTA. Я еще помню даже времена, когда я играл вот эту двухмерную GTA с видом сверху. Это тоже был потрясающий опыт. Кстати, надо будет найти имуляторы и как-нибудь закатать. Крутейшая игрушка была. Так вот, в чем суть. Кто-то нехороший человек взял исходный код игры и смог продемонстрировать очень раннюю, очень раннюю версию и наброски этой самой игры, как она будет выглядеть. Персонаж, женщина, там немножко показывается физика, немножко показывается мир, да. И как бы очень трудно сложить впечатление о том, какая будет игра, потому что это прям совсем-совсем заготовка, которые просто опробуют на параметры какие-то физического поведения. Она без текстур, без ничего. И даже в сети уже нашлись абсолютно больные люди, которые начали критиковать эту игру. Как можно критиковать игру, которая еще не появилась и утекли просто вообще какие-то непонятные... Это даже не альфа, не бета, это просто сырая заготовка. Чем мне понравилась сложившаяся ситуация? Это реакция компании Rockstar, которая вышла открыто и честно сказала, да, ребята, это действительно произошла утечка, это действительно ранний билд нашей игры, вернее ее отрезок. Очень сожалеем об этом, но наши планы по выпуску этой игры никак не меняются и мы будем идти до последнего. И это, конечно же, логично. Такой проект, как GTA, никто не будет отменять. Это огромные бабки потраченные, это огромные бабки в перспективе заработанные. Что мне еще понравилось из этого? Другие популярные разработчики видеоигр поддержали Rockstar и сделали крутую красивую нарезку собственных ранних билдов игр. Там были и Uncharted, и еще какие-то игры. И вот такая солидарность в сообществе разработчиков, она, конечно, воодушевляет. И для меня главное, что GTA 6 будет когда-то. Этого мне уже достаточно. Это греет душу. Буквально за два дня до старта продаж Apple Watch Ultra начали выходить первые обзоры у американских блогеров. Мнения разделились на этот счет. Кто-то говорит, что это идеальные смарт-часы для экстремального занятия спорта. И просто классные смарт-часы, которые лучше во всем, чем Apple Watch 8 поколения и предыдущие часы. Кто-то говорит, что часы не для всех, потому что они великоватые, толстоватые, хотя при этом при своих габаритах они достаточно легкие. И утверждается, что до сих пор Apple Watch Ultra это недостаточные часы, чтобы победить компанию Garmin. К сожалению, многие люди не совсем понимают, с чем борется компания Apple, выпуская Apple Watch Ultra. Многие думают, что Apple Watch Ultra это часы, которые должны конкурировать напрямую с конкретными часами компании Garmin, которая так сильна у профессиональных спортсменов. На самом деле здесь нечто большее. Я вам расскажу, что на самом деле происходит. Выяснилось, что оказывается в США безумно популярны такие виды спорта и времяпрепровождения, как хайкинг и посещение гор и различных экстремальных мест, в которых выжить достаточно тяжело. И вот под это все дело компания Garmin долгие годы предоставляла своим пользователям уникальный сервис, угадайте чего? Связи со спутниками. Да, компания Garmin помимо своих часов продает специальную кнопочку с экраном, которая стоит 400 долларов, и тарифные планы к ней от 10 до 70 баксов в месяц. За 10 баксов в месяц ты можешь просто вызвать сигнал соц, чтобы тебя нашли, а за максимальный тарифный план ты там еще можешь какие-то сообщения прям конкретные отсылать кому-то, чтобы понять, чтобы человек понял, где ты находишься и что с тобой происходит. И как вы понимаете, Apple в этом году не просто так запустила iPhone со спутниковой связью и часы со спутниковой связью. Все прекрасно понимают, что практически каждый владелец в Америке часов Garmin имеет в руках и так iPhone. То есть он и так находится в этой экосистеме. И теперь Apple к нему говорит, дружище, у нас есть новый телефон со спутниковой связью, 2 года бесплатно. А еще есть смарт-часы со спутниковой связью, для тебя экстремало, 2 года бесплатно. Как вы думаете, есть ли шанс того, что человек перескочит на такую связку? Ну шанс процентов 99. Я даже знаю, как это будет происходить. Потенциальный пользователь часов Garmin купит себе новый iPhone, купит Apple Watch Ultra. И в первый поход пойдет следующая конфигурация. У него будет новый iPhone в кармане, у него будут его часы Garmin на одной руке и Apple Watch Ultra на другой руке. Ну знаете, перестраховаться, посмотреть, как это все дело проходит. Спустя несколько таких походов он пересядет на Apple Watch Ultra, а часы Garmin на всякий случай положит в рюкзак. Ну мало ли, Apple Watch Ultra разрядятся. Хотя надо сказать, что люди, которые ходят в такие экспедиции, они подготавливаются неплохо. И как минимум 1-2 классных пауэрбэнка у них с собой есть на всякий случай, если что-то разрядится, чтобы можно было это подзарядить. Часы не являются исключением. И когда через несколько таких походов человек убедится, что да в принципе нормально, можно жить 60 часами работы в режиме энергосбережения, возможно часы Garmin будут отложены в долгий ящик. Это мое предположение. А теперь переходим к ответам на вопросы подписчиков. Я напоминаю, что вы задавали их в нашем телеграм-канале, который так и называется канал Лучкова. Там были комментарии. Начнем с комментариев. Они были разные и про технику, не только про технику. В общем, начинаем. Некоторые вопросы, кстати, повторялись, поэтому я не буду их задавать, но будем, будем бдить. Чи варто оновливатись на айфон 14 про після 11-го, запытует Андрій. Андрій, варто обновлятись, але не только на 14 айфон. Можно и на 13 айфон, 13 про, так что вперед, оновлюйся. Джон Руснак задает вопрос, почему не возвращаешься в Украину? Потому что страна, в которой нахожусь, дала мне политическое убежище, и я обязан эти документы, в общем, отсидеть этот срок. Да, то есть, чтобы законно выехать из этой страны. А заканчиваются они в марте месяце 2023 года. Назар Кохля, или Кохла, извините, я могу ошибаться в прочтении фамилии, тем более здесь написано на транслитте. Маете свой велосипед в Словаччине? Часто катаетесь? На жаль, не маю своего велосипеда в Словаччине, та я не дуже хочу его тут мати, тому що тут горы. А я дуже не люблю велосипедні складнощі, якщо ви розумієте, о чому я говорю. Я дуже багато використовую автомобіль, та просто ходжу в пішки. Максим Римар спрашивает. Иван, вопрос насчет комментов в твоем телеграм-канале. Я заметил, что ты открываешь, а то закрываешь комментарии к своїм публикациям. Поделись своими наблюдениями, на що влияют комментарии, или почему ты їх выключил, а потом опять включил. Ответ очень простой, потому что во время войны многие люди на взводе, и в комментариях часто ситуация доходит до критического момента какого-то такого, знаете, закипания, когда люди начинают друг с другом очень жестко общаться, друг друга прям покрывать грязью. Я на время закрываю комментарии, чтобы просто немножко поугомонить ситуацию, и потом, когда нужно, их опять открываю. К примеру, я их открываю тогда, когда мне нужно конкретно обратиться к своей аудиторию с каким-то вопросом и получить ответ. Вот вам явный пример. Мне нужно было собрать ваши вопросы. Я открыл комментарии. Может быть, в скором времени я опять их закрою. Может, не закрою. Тут вопрос сугубо настроения. Я считаю, что комментарии не являются чем-то обязательным с точки зрения того же Телеграма, потому что людям есть где общаться. Есть Твиттер, есть Ютуб-комментарии в конце концов, в которые я практически вообще не захожу, потому что там включена самомодерация. Самомодерация Ютуба – прекрасная вещь. Когда есть какой-то комментарий, на него кидают большое количество репортов, он просто скрывается и удаляется. И дальше я могу его только восстановить, если я вручную его опрувну. А я этого не делаю, потому что это десятки тысяч таких вот запросов на протяжении многих лет висят, но я не буду просто на это тратить время. Ютуб-комментарии – это свой отдельный организм. В Телеграме у меня еще доходят руки там что-то делать, что-то чистить, но Телеграм, опять же говорю, не считаю нужным вообще регулировать комментарии и не считаю их обязательными. Хотя бы потому, что система комментария в Телеграме сделана абсолютно через жопу. Она неудобная. Это отдельный какой-то подканал, в который не всегда долетают сообщения, либо попадают вообще в другую ветку сообщения. Сделана криво, поэтому могу себе позволить их вообще отключать. Ярик Баскетболлер задает вопрос, а что не думали вы сделать еще один ютуб-канал для украиномовной аудитории, або английской аудитории? Так, я думал про это, но я вважаю, что я буду переходить на украинскую мову саме на этом канале. А про англомовный канал я не буду ничего говорить, потому что он существует, но я никому про него не рассказываю. Он развивается, так что не буду рассказывать. Если не айфон, какой телефон выберешь на все случаи жизни? Пожалуйста, ответь, мне очень важно знать ответ. Не совсем понимаю, зачем тебе очень важно знать мой ответ, но если это будет на айфон, это будет либо Google Pixel, либо будет Samsung Galaxy флагманский на процессоре Snapdragon. Вот как бы такая вилка. Если уже эти два смартфона, ну никак не получится ничего там приобрести, то это будет, скорее всего, какой-нибудь OnePlus. Что лучше клеить на смартфон? Защитное стекло или пленку? Гидрогелевую или полиуретановую? На смартфон лучше клеить ничего. Я вообще не клею никакие пленки, потому что современные, допустим, флагманские смартфоны действительно неплохо защищены от каких-то внешних повреждений. И защитного чехла зачастую достаточно. Его бортики по бокам неплохо защищают экран смартфона, когда ты кладешь его, допустим, вниз экраном на стол. Либо даже когда он падает. Я в последние годы вообще не использовал никакие пленки, потому что, ну, сама по себе пленка очень быстро затирается. А если клеить защитное стекло, то оно достаточно толстое. И опыт использования устройства уже не тот. То есть все становится реально толще. Как-то, ну, не ощущаешь ты его, как говорится, на кончиках пальцев. И мой, допустим, iPhone 13 Pro, мой Samsung Galaxy S22 Ultra без пленок каких-либо, только используя чехлы, прекрасно себя чувствуют. И вот сейчас iPhone 13 Pro я продаю. Кстати, продаю успешно за 900 долларов. И он как новый, без пленок. Привет, Ваня, расскажи, что ты думаешь про соцмережу Vero? Підписался на один аккаунт, в якою в Инсті є майже миллион подписчиков, а в Vero тільки 40 подписчиков. На твою думку, чи є шанс цієї мережі? Дякую. Я заходил в Vero. Я розумію концепт цієї соцмережі, але я вважаю, що ніякого успеху там не буде. Хоча дуже багато деяких YouTube-блогерів та инстаблогерів дуже поважають цю соцмережу, але ні, ніякого сенсу в ній немає. Якщо ти просто фотограф, який хоче кудись викладати свої роботи, ок. Якщо ти хочеш багато аудиторії, то це не варіант. Зовсім не варіант. Це не може бути конкурентом Инстаграму, або Тік-Току, або Ютюбу. Розумієш, яка головна проблема Vero? Вони позиціонують себе, як соцмережа без алгоритмів. А без алгоритмів немає ніякого росту. Обзор на Fall 4 самый новый делать будете? Тоже хотілося б посмотреть. Будет і про Fall 4, і про Flip, і про Galaxy Watch, і про Бадзи. Новий тоже буде. Є смысл открывати багато більше 1-2 дебетівок кредитних карт? Да, абсолютно, є смысл открывати, особливо, це практика показала, в моєм случае, коли случилась война, коли происходит война, ти знаходишся далеко від дому, ти понятия не маєш, як поведеться в себе тот или іной банк. І коли у тебе є нескільки кредитних і нескільки дебетівок карт, то ти хоча б можеш між ними там як-то жонглировати суми переводити, і у тебе там, допустим, заканчивається срок одной карточки, і ти не можеш її никак поміять удалено, і у тебе є інша карточка. Це определенно імеє смысл делать. Олександр Саско задає питання. Розкажи, плиз, як організовуєш роботу з файлами на iOS? Де тримаєш фото та відео? В iCloud'і? Як приглядаєш їх з компа? В форматі хейв чи ні? І чому? Як організуєш iOS на iOS файли? Документи, сканкопії, мелодії, тощо. І окремо про нотатки, нагадування календарів. Тримаю я фото та відео у iCloud'і та у Google Фото. Обов'язково по дві копії. Це дуже складно, тому що це витрати кожен місяць, це кошти, iCloud, Google Фото, 2 терабайти, 2 терабайти, але що робити? Переглядаю я все це на iPad'і або на MacBoots'і, тобто немає ніяких питань. Формат хейв і хейк, так. Більшість сканкопій та документів я тримаю у... От я їх тримаю. Notes, стандартні notes на iOS і в iOS 16 ти можеш зробити так, що Application Notes буде під паролем. Ти можеш зробити пароль для цієї програми, щоб ніхто, окрім тебе, не змог туди зайти. Це дуже-дуже круто. Бо перше перейшов на iOS і стикнувся з такими-з такими-закими от проблемами. Це не проблеми, це питання часу. Все дуже легко, то ти майже за місяць, адаптуєшся. Як в современних условиях выгодно і быстро продавати техніку Apple в Україні, учитывая курс і не ждати по місяцю, поки купят, але і не за копейки. Я не знаю, откуда такая проблема у вас. Все отлично. І нові айфону вже в очереди люди стоять і покупають. Йх проблеми завозить, а якщо у тебе в наличі в Україні є ця техніка, улітають просто за щитині минуту і вообще никак ситуація не помінялась по соотношенню з прошлим роком. Стоить ли брати Pixel 6 для фото? Да, определенно стоить і не тільки для фото, а йшо і для відео. В цьому вопросі прекрасний смартфон. Іван, чи могли б ви розповісти про те, як ви заряджаєте свій айфон? Маю на увазі, що є у вас певна методика зарядки для збереження його справності, максимальної ємності. Наприклад, заряджаєте акумулятор до певного відсотка і не допускаєте, щоб він розрядився до... Ні, нічого зовсім не роблю. Просто заряджаю від офіційної зарядки, від автівки і ніколи не мав ніяких труднощей в цьому. Досі акумулятор 94% у айфон 13 про за рік хаотичній зарядки. Все гуд. Есть желание уехати в США, пока есть такая возможность? Уехати в США есть возможность всегда. Я не понимаю, почему идет речь про такую возможность сейчас. Открыть, как бы, там, визу, рабочую визу, есть возможность всегда и уехати. В США я бы точно не хотел бы уезжати. Вот куда-куда, а вот в США точно бы не хотел бы уезжати, зная їх внутренні проблемы, їх конфликты гендерные, негендерные, цветовые, нецветовые и прочие вещи, религиозные проблемы и проблемы с иммигрантами нет. Канада может быть. В общем, друзья, на сегодня все. Давайте, наверное, посмотрим на общий отклик аудитории. Если такие быстрые ответы на ваши вопросы зайдут, то мы будем продолжать это в следующих выпусках новостей. Всегда будем обсуждать. Кстати, мы можем обсуждать не только такие вопросы, можем обсуждать с вами и другие новости. Поэтому можете подписаться на телеграм-канал. Если в этом выпуске такая мини-рубрика внутри зайдет, мы будем ее постоянно повторять через телеграм-канал. Там удобно собирать вопросы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok